В ежегодном фестивале приняли участие более 30 творческих коллективов. В этом году, как и в прошлом, конкурсы провели заочно. Но на сегодняшний день ковид-ограничения сняты. И, наконец-то, можно собраться всем вместе, чтобы выручить заслуженные награды. Мы соскучились за всеми вами, мы соскучились за мероприятиями, которые мы всегда организовывали для вас в городе. И нам очень приятно, что сегодня, впервые за два года, мы, наконец-то, вот так, глаза в глаза поздравляем вас. Лучшие коллективы смогли лично выступить на награждении. Так первоклассники из девятой школы исполнили детскую народную песню «Барыня». Мы впервые принимаем участие в такой замечательной номинации «Русские народные инструменты». Дети настолько в восторге, настолько радуются. И вместе с ними, конечно же, я и вся моя школа. Мы заняли призовое место, мы заняли первое место. Заслуженный гран-при получили воспитанники кадетской школы. Они исполнили казачий танец, впервые отличившись большим количеством участников. В этот раз мы выделились массовостью. У нас много людей, несколько классов участвовало. У нас было и фехтование, и хореографические какие-то элементы. Помимо конкурса хореографии «Воспетывая все времена любовь, дружба и семья», в фестиваль вошел конкурс народной песни «Родные напевы». Так представители Нефтьюганской православной гимназии исполнили лирическую песню «Ночка луговая» и завоевали первое место в номинации «Музыкальная семья». Творческий процесс, он заставляет вырваться из каких-то будней, из суеты, объединиться с детьми, с другими семьями, которые такие же творческие. И в этом очень много сил, вдохновения, новых эмоций. В первую очередь жюри оценивали качество исполнения технику, а также красоту, насколько дети вовлечены в процесс и любят искусство. Самым сложным было передать это через экран, но как прознаются организаторы, все участники справились. Вот для меня, например, как для руководителя, и мне это очень нравится, что руководители сохраняют традиции, традиции нашего города в исполнении русского танца, например, других национальностей, даже стилизация идет, например, в какой-то области народной. Очень много показывают дети северного танца, того региона, в котором мы живем. Всего в ежегодном фестивале «Созвездие юных талантов Нефтьюганска» участие приняли более 500 человек – дети, их родители и педагоги. Также награды получили руководители ансамбля победителей, благодарственные письма Департамента образования и молодежной политики. Алина Ширина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».